США. Жители небольшого техасского городка Гольвестон в это августовское утро обсуждали единственную новость. Среди них появился бомбир. В 6.50 утра в полиции раздался звонок. Мужской голос сообщил, только что к нему во двор вбежала соседка, умоляя о помощи. Женщина была вся в крови, а на другой стороне улицы он видит молодого человека, который буквально бьется в судорогах и громко рычит. Уже через 15 минут прибывшие на место полицейские задержали 19-летнего Лайла Бенсли. Как выяснилось ночью, Бенсли влез в дом к своей жертве, напал на нее и, прокусив шею, принялся сосать кровь. Только случайность позволила женщине освободиться от маньяка и сбежать. Это невероятно, но во время задержания парень сам умолял полицейских крепко связать его и ни в коем случае не отпускать. Бенсли признался, он вампир. А напасть на женщину его вынудил жуткий приступ, который был спровоцирован полнолунием. А это Малавий. В этой африканской стране недавно была зафиксирована настоящая эпидемия вампиризма. Дело дошло до эвакуации сотрудников ООН. После того, как в стране была открыта охота на вампиров, обезумевшие люди хватали всех подряд. И вновь причиной массовых психозов названа смена лунной фазы. Ученые признают, Луна оказывает мощное влияние на человека. Во время изменений на спутнике Земли у людей обостряются психические заболевания, растет число тяжких преступлений, наблюдаются сбои в технике. Но почему так происходит? Влияние лунных процессов на человека – один из основных факторов огромного интереса ученых к этому небесному телу. Но Луна в наше время привлекает не только научное сообщество. Космические агентства, военные и даже крупный бизнес сегодня развернули новую лунную гонку. С чем это связано? Что они ищут на Луне? Какие богатства там спрятаны? Почему спутник Земли сегодня так привлекает армейских генералов? И кто стремится захватить лунные территории? Сенсационный запуск. Китай отправил первый спутник на темную сторону Луны. Какие цели у этой миссии? Это очень рядышком идет с военной тематикой. Лунная сокровищница. Кому достанутся ее богатства и для чего принимаются странные законы об астероидах? 50 лет не могут повторить полет Сатурн-Аполлон. О каких астероидах вы мечтаете? Полигон для ядерных испытаний или ракетная база? Почему за каждой лунной программой стоят военные? Вот те самые звездные войны, о которых очень много говорилось и не писалось, они будут возможны. Секретный архив Ватикана. Что известно Папскому престолу о лунных обитателях? Действительно какой-то объект пролетает рядом с Луной и уходит с невероятной скоростью. Спутник надежды. Может ли Луна стать убежищем человечества в случае нового ледникового периода? Попадание, я думаю, будет 30-е, а 29-е, 33-е годы. Новый Орлеан – французский квартал. Это невероятно, но здесь ни от кого не скрываясь, живут и работают настоящие вампиры. В этом районе находится штаб-квартира организации под названием «Ассоциация вампиров Нового Орлеана». Все официально. Сообщество насчитывает несколько сотен участников. У организации есть офис, свои сувенирные магазины, два медицинских центра и даже собственный юридический отдел. Ассоциаций настоящих вампиров, таких как наша, очень много. Они существуют давно и по всему миру. Мы, например, активно переписываемся с Берлинской ассоциацией вампиров. У нас бывают общие сборы, такие черные, очень красивые фестивали. Раньше мы не очень себя афишировали, но эти времена в прошлом, поскольку сейчас в Новом Орлеане можно зарегистрировать практически любую организацию. И мы, вампиры, вышли из тени. И физически, и юридически. По словам профессора Технологического университета Джорджии Джона Браунинга, который уже 10 лет изучает жизнь новоорлянских вампиров, они вполне безобидны. Да, почти каждый день они пьют кровь, но никакого криминала. Никто ни на кого не нападает и даже не кусает. Кровь берут у себя или друг у друга при помощи аккуратного надреза. Иногда пользуются услугами на стороне. У организации есть поклонники, которые добровольно сдают кровь. Для вампиров. Мы давно за ними наблюдаем, как за такой необычной социальной группой. Они очень хорошо относятся друг к другу и к своим, даже не жертвам, скорее донорам. Они очень серьезно следят за своим здоровьем. А их поклонники, которые желают накормить вампиров своей кровью, перед тем, как становиться донорами, сдают массу анализов, показывают, что они здоровы. Они даже подписывают договор, что они больны с ПИДом, сифилисом, другими болезнями и что кровь они отдают добровольно. Новоорлянские последователи Дракулы признаются. Они вполне могут контролировать свое поведение. Но есть периоды, когда для этого требуются особые условия. Во время полнолуния вампиры по давней традиции собираются в группы и закрываются в домах. Так они пытаются противостоять жутким приступам, которые могут вынудить их нападать на людей. Кейн Пресли – самая известная вампирша на планете. Пресли утверждает, что не может и дня прожить без стакана крови. Но чаще всего ей приходится довольствоваться кровью коров, которую ей поставляет знакомый мясник. При этом Кейн честно признается, что такой напиток – лишь вынужденная мера. Во время полнолуния она испытывает страшные муки и в такие моменты даже отдаются мужчинам в обмен на кровь. Но почему так происходит? Почему Луна может оказывать такое страшное воздействие? Сегодня мы впервые расскажем, какова физическая природа вампиризма. Шабаш ведьм в полнолунии, человеческие жертвоприношения древних индейцев на фоне полного лунного диска, ритуалы вампиров и прочих злодеев во время полной лунной фазы. Сколько раз мы читали об этом в книжках и видели в кино? Даже современные колдуны и экстрасенсы предпочитают совершать обряды именно во время полнолуния. Сейчас мы с вами возьмём круглую стеклянную ёмкость. Круг – это связь будет с Луною, с полнолунием, в частности, круг Луны. Туда мы нальём молока, а молоко напрямую связано с Луной. Молоко – это такая жидкость, которая воспринимает информацию очень хорошо от Луны, лучше, чем вода. Значит, в это молоко мы положим листья травы. Мы делаем воронку, у неё мы заносим заклинание, что данное молоко принимает энергию Луны для наших нужд. Считается, что полнолуние даёт особую энергию. Полная Луна, она воздействует и на психические способности человека. Человек начинает больше чувствовать, лучше видеть. А это для экстрасенсорики очень важно. Это настоящая сенсация. Недавние исследования американских и немецких медиков показали – от фаз Луны напрямую зависят процессы регенерации в человеческом организме. Но что это значит? Как это влияет на каждого из нас? Первыми с громким заявлением выступили американские хирурги. Врачи заметили, что уровень смертности среди людей, перенёсших операцию на сердце, во время или сразу после полнолуния, значительно ниже. По словам известного кардиохирурга Франка Селки, люди, которым сделали операцию во время полнолуния, находились в больнице в среднем в течение 10 дней. А вот пациенты, прооперированные в другие фазы лунного цикла, проводили в лечебном учреждении до месяца. Практикующие хирурги не всегда, но тем не менее, замечают в своей практике, что на растущую фазу луны кровотечений, каких-то осложнений в послеоперационном периоде бывает чаще. А если же фаза луны убывающая, то заживление происходит гораздо лучше. А врачи из центральной больницы города Аугсбург в Германии проанализировали историю болезни 16 тысяч сердечников и обнаружили, что количество приступов значительно снижается в течение трёх дней после полнолуния. Невероятно, но как это работает? Как луна возвращает нас к жизни? По мнению учёных, такие удивительные явления связаны с гравитационным протяжением спутника Земли. Точно так же, как луна влияет на приливы воды в океанах, она стимулирует прилив жидкости в нашем организме. Кровяное давление повышается, ускоряется обмен веществ, и больные быстрее идут на поправку. А вот тем, кто страдает психическими расстройствами, такие лунные приливы чрезвычайно вредны. Когда я работал дежурным психиатром по городу, было больше вызовов к душевно больным людям, потому что всё-таки полнолуния повышает уровень тревоги, чаще возникают психозы интоксикационные, алкогольные психозы, и обостряются хронические пациенты. Самое большое количество суицидов тоже в полнолунии. Более того, в это время растёт и градус насилия. У криминалистов есть даже термин – лунные убийства. Люди, которые плохо контролируют собственное поведение, к сожалению, в полнолунии ещё меньше контролируют своё поведение, и в результате происходят насильственные преступления. Кто бы мог подумать, но количество денег в наших карманах тоже зависит от Луны. Специальный отдел одного австралийского банка потратил несколько лет на большое научное исследование. Вывод специалистов шокирует. Фазы Луны влияют на изменения индексов на фондовых рынках. То есть вполне можно рассчитать время, когда покупка ценных бумаг принесёт наибольшую прибыль. Но и это ещё не всё. Недавно крупная финансово-аналитическая компания разослала своим клиентам письма, в которых предупредила о грядущем кризисе. И основывались выводы экспертов. Вовсе не на экономическом анализе. Специалисты выяснили, что последний крах мировой финансовой системы, чуть было не закончившейся катастрофой, находит отражение в лунном календаре. Летом 2008 года рынки оказались на краю пропасти. Пик паники пришёлся на 27-е сутки седьмого лунного цикла. Что самое удивительное, именно в этой фазе Луна находилась и в 1929 году, когда в Америке случился крупнейший обвал на бирже, а за ним разразилась Великая депрессия. Такую же взаимосвязь аналитики нашли с мировыми кризисами в 87-м и 97-м годах прошлого века. В этом году 27-е сутки седьмого лунного цикла приходится на 27-е июля. Более того, это полнолуние. А как показало другое исследование, именно в полнолуние финансовые рынки уходят в минус. Так что у экспертов есть все основания опасаться нового финансового апокалипсиса. Ну а что же вампиры? Как на них влияют фазу Луны? Причина всё в тех же лунных приливах, вызывающих повышение кровяного давления. Именно этот фактор вызывает обострение у больных с диагнозом порфирия, проще говоря, у вампиров. У этих людей отмечается нехватка гемоглобина. Поэтому современные вампиры часто называют себя гемоглобинозависимые. В период полнолуния приступы учащаются. Именно этим и объясняется их агрессивное поведение. В полнолунии люди пьют больше, им хочется больше пить. И вампирам хочется больше пить. Возникает потребность именно насытиться. И в период полнолуния эта потребность, она достигает своего эпогея такого. И они, естественно, это период, когда они очень много пьют кровь. Это сенсационное видео было снято в полнолунии. Американец Джон Эллиот решил подождать в машине, пока закончится дождь. Когда он услышал страшное рычание снаружи, то интуитивно развернул свой видеорегистратор и просто остолбенел. Это был настоящий оборотень. Получеловек, полуволк. Спустя несколько секунд существо растворилось в ночи, оставив на машине несколько отметин. На память. Свидетельств существования оборотней подобных этому немало. И не только в исторических источниках и страшных сказках. Но кто они? Безжалостные убийцы, выходящие на охоту в полнолунии? Или жертвы генетической мутации, не представляющие угрозы для общества? Это редкое заболевание так и называется – синдром оборотня или гипертрихоз. В мире насчитывается не больше 50 людей, страдающих этим недугом. Все их тело покрыто волосами. В 19 веке таких людей не боялись и выставляли на всеобщее обозрение в цирке. С тех пор нет никаких свидетельств о необычно высоком уровне агрессии, который вызывал бы вирус оборотня. Однако страшная история, которая на протяжении нескольких лет разворачивается в Танзании, доказывает, что оборотни среди нас. Череда убийств словно в фильме ужасов. И все они происходят в полнолуние. За последние 14 лет в окрестностях небольшой танзанийской деревни погибло более тысячи человек. И местные жители верят, что дважды в месяц в полнолуние на охоту выходит оборотень. Теперь мы с женой в полнолуние стараемся уехать подальше к родственникам. Мы чудом выжили, когда он напал на наш дом однажды ночью. Он выломал несколько досок из двери, так что я думал – это конец. Почему-то он вдруг испугался и убежал. Но в ту ночь пропал наш сосед. В прошлом году было опубликовано вот это видео. Власти утверждали, что задержали монстра. Им оказался 18-летний местный пастух. Странное поведение и огромные клыки не вызывали сомнений. Все страшные преступления последних лет – его рук дело. Однако нападения продолжились. И это похоже на эпидемию. Ведь если верить мифам, оборотни не только убивают. Они выходят на охоту в полнолуние с целью обратить человека в свое подобие. Ученые единодушны во мнении, что Луна – это огромная загадка. И ее влияние на людей безгранично. Без ответов еще остаются тысячи вопросов. И ответить на них помогла бы серьезная научная лунная экспедиция. И такие действительно планируются. Причем совсем скоро. Вот только вряд ли на пилотируемом корабле найдется место ботанику с микроскопом. Те, кто инициировал сегодня новый виток лунной гонки, похоже, ставят перед собой совсем другие задачи. Смотрите далее. Кто первый? Смогут ли китайцы обогнать ведущие космические державы и отправить на обратную сторону Луны пилотируемый аппарат? Кушать подано. Почему российские разработчики торопятся с рационом для лунной экспедиции? Эксклюзив РЕН-ТВ. Несметные богатства или разочарование века? Действительно ли обладатель лунных сокровищ будет править миром? Недавно сразу несколько ведущих мировых держав объявили о работе над собственными лунными программами. Беспилотные станции отправятся на спутник Земли уже в ближайшие годы, а следом настанет очередь и пилотируемых кораблей. Но такие проекты не готовятся за пару лет. Почему же космические ведомства молчали о том, что ведут разработки полетов на Луну? Что за таинственность? И какие открытия спровоцировали старт новой лунной гонки? Мы опросили независимых экспертов, и все они сходятся во мнении, что буквально на наших глазах разворачивается настоящая битва за Луну. Но чем привлек космические ведомства спутник Земли? И почему такая срочность? Информации в открытых источниках практически нет. Но мы провели собственное расследование. По данным наших источников, новая лунная гонка может быть спровоцирована сразу несколькими причинами. У каждой версии свои сторонники и противники. И сегодня мы рассмотрим их все. Контакт с внеземным разумом. Это, по мнению наших экспертов, первая возможная причина новой лунной гонки. С развитием технологий наблюдать за лунной поверхностью становится все проще. Отчетливые снимки получают даже астрономы-любители. С таким массивом информации трудно говорить о случайных совпадениях. Между тем практически каждый третий кадр фиксирует загадочные явления, которые кроме как наличием инопланетной жизни объяснить невозможно. И доказательств все больше. Год назад в сети появляются спутниковые фотографии обратной стороны Луны. Приглядевшись к ним, специалисты замечают какие-то объекты, похожие на сооружения. В принципе, идут всевозможные гипотезы. Что это такое? Какие-то, скажем так, объекты каких-то древних цивилизаций. Поэтому, ну, надо прилететь, раскопать его и тогда только посмотреть. А это недавние наблюдения. 31 января нынешнего года во время прямой трансляции лунного затмения рядом со спутником Земли был замечен неопознанный летающий объект, который, по всей вероятности, стартовал с поверхности Луны. Действительно, какой-то объект пролетает рядом с Луной и уходит с невероятной скоростью. Если там размер Луны взять, то скорость там чуть ли не полторы-две тысячи километров в секунду. То есть он моментально пролетает и мимо Луны рядом с ней, и уходит, значит, за кадр. Еще одно удивительное свидетельство – съемки знаменитого японского астронома Яцуо Митсусима. Они сделаны через телескоп, поэтому происходящее хорошо различимо. Над поверхностью Луны передвигается огромный объект. Видна его тень. Она не менее километра. Скорость объекта невероятная. По расчетам Митсусимы – не менее 200 километров в секунду. Секретный архив Ватикана. Доступ к нему открыт только для понтифика и его ближайшего окружения. Здесь хранятся астрономические материалы со всего света. Старинные манускрипты и данные о современных исследованиях, которые проводятся по заказу Папского престола. Очень редко информация выходит за пределы ватиканских стен. Поэтому признание преподобного Карада Бальдучи о наличии документов, подтверждающих существование жизни на Луне, прозвучало как настоящая сенсация. Мы не можем больше оспаривать факт наличия жизни за пределами Земли. Не можем игнорировать этих существ. Нужно учитывать этот феномен, обращаясь ко Вселенной. Референт Ватикана Бальдучи ссылается на записи китайских астрономов, которые сделаны еще в 16 веке. В них говорится о необычных явлениях на Луне, которые явно дают понять – там существует жизнь. Астрономам Древнего Китая можно доверять – они знали толк в небесных наблюдениях. Именно китайцы рассчитали периодичность появления кометы Галлея, а первый раз они наблюдали ее еще в 240 году до нашей эры. Но Бальдучи упоминает и о современных доказательствах. Как выясняется, в секретном архиве хранятся видеозаписи, которые свидетельствуют о том, что Луна обитаема. Преподобный даже продемонстрировал кадры из этих съемок. На них группа белых шарообразных объектов, летящих строем. Шар за шаром, вот на таком расстоянии, растягиваясь по небу. Это хорошо видно. Похоже, что они зависали, а потом начинали двигаться, соблюдая дистанцию. Позже и глава обсерватории Ватикана Хосе Фунос дает интервью в Ватиканской газете обсерватории Романа, где заявляет «Мы не предполагаем, мы точно знаем, братья инопланетяне есть». И добавляет, что уточнения будут позже. Оказывается, Ватикан выделил 30 миллионов евро на сооружение двух мощных телескопов в американском штате Аризона. Цель – подтвердить лунную жизнь. Невероятно, но главный ватиканский астроном убежден, что и лунный город, который обнаружил немецкий ученый Франц фон Груйтуйзен, еще в середине 19 века действительно существует. По поводу этого открытия было много споров. Но Хосе Фунос, ссылаясь на работы своей обсерватории, утверждает, что замечены явные остатки сооружений. Это углубление назвали бороздой Ариадея. Она вытянута ровной линией на лунной поверхности. Борозда такой четкой формы словно аккуратно выкопана. Не похоже, что это результат естественных подвижек лунной коры. Неужели рукотворные сооружения? Были исследования, которые говорят о том, что Луна резонирует не как твердотелная. Даже наши академики склонялись к тому, что на Луне очень много полых, скажем так, пещер, назовем так. И может быть там какая-то жизнь. Вопросов добавила еще одна новость. Японский аппарат заметил огромные дыры на поверхности Луны. Диаметр десятки метров. Дальше еще больше удивительных сведений. Эти отверстия – вход в глубокие и длинные туннели. Они тянутся на многие километры. Некоторые пустоты сквозные. То есть имеют на одном конце вход, на другом выход. Находки сразу же причисляют к величайшему открытию. Но откуда туннели, для чего и кто их в конце концов вырвал? На фотографиях видны структуры, которые можно именно так истолковать, как вход в какую-то подлунную, подповерхностную транспортную коммуникацию. И вот свежая новость. Американские астрономы обнаружили на Луне несколько новых геологических образований. Неужели это тоже результат чьей-то планомерной работы? Все это, конечно, можно отнести к разыгравшемуся воображению. Но есть свидетельства, которые не вызывают сомнений. Луна либо обитаема, либо используется инопланетной цивилизацией как база для наблюдений за Землей. Декабрь 1961 года. Это был первый пилотируемый облет Луны. Переговоры экипажа Аполлона-8 с Землей достаточно сухи. Астронавты описывают поверхность спутника Земли как серую и безликую. Но вдруг в центре управления слышат слова. Санта-Клауста существует. Существует такое мнение, что на языке, как бы, кодовым словом Санта-Клаус это, скажем так, НЛО или что-то непонятное американцы договорились обозначать. Трансляция полета шла в прямом эфире американского телевидения. И зрители только позабавились. Но реакция сотрудников НАСА была совсем иной. Специалисты знали. Только что они стали свидетелями настоящей сенсации. Астронавты заметили признаки внеземной жизни. Но самым главным свидетелем в деле под названием «Лунные обитатели» стал первый человек, ступивший на Луну. Пригород Санценате, штат Огайо. Здесь, на скромном ранче, после своего легендарного лунного триумфа уединился Нил Армстронг. До самой смерти астронавт сторонился прессы и не общался с коллегами. Но что же произошло? После полета на Луну в Америке не было человека популярнее, чем Нил Армстронг. Он без преувеличения стал национальным героем. Но вот что странно. Вскоре после экспедиции Армстронга неожиданно отстраняют от полетов. В НАСА ходят слухи, астронавт, похоже, спятил. Иначе как объяснить его поведение? Армстронг написал шесть рапортов, которые направил руководство агентства и в администрацию президента. В докладах подробный отчет о встрече с инопланетянами, а также требование придать эту информацию гласности. Ответа Нил Армстронг так и не дождался. Более того, астронавту были назначены сеансы психотерапии. А вскоре его и вовсе с почетом отправили на пенсию, взяв подписку о неразглашении деталей полета. Тоже надо понимать, что космос – это полеты в космос. Это, во-первых, это очень рядышком идет с военной тематикой. Это рядом есть государственные тайны. О том, с чем или с кем на самом деле столкнулся Нил Армстронг во время высадки на Луне, стало известно гораздо позже. И это настоящая сенсация. Руководитель НАСА Кристофер Крафт после своей отставки обнародовал уникальный документ – расшифровку секретных переговоров астронавтов. Сейчас я собираюсь сделать шаг на почву. Один маленький шаг для человека, один гигантский прыжок для человечества. Кто не знает этой фразы? Ее слышали сотни миллионов землян. Ведь высадка на Луну шла в прямой эфир. Или нет? Чего же мы не слышали? Мало кто знает, что у астронавтов на случай нештатной ситуации была запасная частота для общения с Центром управления полетами в Хьюстоне. Именно эти – секретные переговоры – и были обнародованы экс-руководителем НАСА Кристофером Крафтом. Вот отрывок из этой записи. Это гигантские штуковины. Нет-нет-нет, это не оптическая иллюзия. В этом не может быть сомнений. Что? Какого черта там у вас происходит? Что случилось? Они здесь, под поверхностью. Что там? Мы видели несколько гостей. Они были там некоторое время. Проверяли оборудование. Повторите ваше последнее сообщение. Я говорю, что здесь другие космические корабли. Они стоят ровной линией по другую сторону кратера. Это невероятно. Астронавты прямо в эфире признались, что видели инопланетные корабли. Какие еще нужны доказательства? Но почему же НАСА молчало? Почему эта сенсационная расшифровка была засекречена? Это непостижимо. Но даже после обнародования записей в агентстве заявили, что не намерены давать никаких комментариев. Что именно сподвигло Кристофера Крафта обнародовать секретные документы, так и осталось тайной. Однако журналисты предположили, таким образом Крафт попытался защитить репутацию Нила Армстронга. Но Армстронг не единственный свидетель инопланетной жизни на Луне. Смотрите далее. Приватизация 2.0. Кто пытается обмануть население Земли и захватить богатство астероидов? Окупация Луны. Станет ли спутник планеты яблоком мирового раздора? Как захватнический сценарий отрабатывается в Антарктиде? Ядерный проект на Луне. Кто мог убить астронома, причастного к секретному военному проекту? 21 мая этого года. В НАСА проходит срочное совещание. Бурно обсуждается запуск китайского ракетоносителя. Похоже, этот день войдет в историю освоения космоса. И прорыв совершили неамериканцы. Ранним утром с космодрома Сичан был запущен китайский спутник, который достиг обратной стороны Луны. Аппарат, название которого переводится как «Сорочий мост», будет находиться почти в 500 тысячах километров от Земли. Так далеко не заходил еще ни один искусственный спутник. Но это только начало. Покорение Луны продолжается. Своей обратной стороной она никогда не поворачивается к Земле. Поэтому для человечества все, что находится там, абсолютная загадка. До последнего времени космические державы и не пытались ее разгадать. И вот игра на перегонки. До конца 2018 года Китай планирует отправить на темную сторону Луны собственный зонд. А потом еще один. Запущенный в мае спутник как раз будет осуществлять связь с этими станциями. Если ретонслятор будет нормально работать, все нормально пойдет, тогда они запускают за взятием грунта. Дело в том, что с обратной стороны никто не брал. Это очень сложно. Луноходы избраздили всю видимую часть спутника Земли. Но отправить аппарат на обратную сторону еще никто не осмеливался. Китайцы будут первыми. Но почему они так спешат? По данным наших источников, запуск станции предваряет пилотируемый полет. Вот почему так всполошились американцы. Ведь Китай может опередить США в новой лунной гонке. А что же Россия? Секретное меню для россиян, летящих на Луну. В одном из московских научных институтов ведется разработка рациона для экипажа лунного корабля. Но ведь до объявленного старта еще 12 лет. Почему даже с питанием спешка? Как уверяют специалисты, все дело в особенностях самой экспедиции. Если полет на околоземной орбите происходит на высоте не выше 400 километров, то до Луны расстояние почти в тысячу раз больше. И немалая часть пути пролегает через пояс интенсивной радиации. Поэтому в состав рациона должны включаться продукты, которые обладают защитой от организма от инвестирующей радиации. То есть это овощи, фрукты, орехи. Ну и вот, пожалуй, да, вот это вот основа. Это съемки полета на Луну. Пока экспериментального. Две с половиной недели в замкнутом пространстве, оборудованном под лунный корабль. Эксперимент получил название «Сириус-17». Сейчас «Сириус-17» предполагал, следующие 17 суток было заложено то, что экипаж моделировал взлет, пребывание на земной орбите, потом пребывание на лунной орбите, облет Луны, возвращение на Землю. А это уже США. Оказывается, американцы ведут точно такую же подготовку к полету на Луну. Закончились испытания парашютной системы. Полноразмерный макет лунного корабля сбрасывали с самолета на военном полигоне в Аризоне. И все это происходило втайне, задолго до официального заявления о готовящейся экспедиции. Срочно возвращаемся на Луну. Под конец 2017-го Дональд Трамп огорошил таким заявлением всю страну. А как же Марс? А как же исследования других галактик? Вероятно, все это отодвигается. Ради Луны Вашингтон готов перенести срок запуска самого совершенного космического телескопа Джеймс Уэбб. Его ждут астрономы уже 20 лет. Надежды на этот аппарат огромные. Он покажет в деталях самые дальние галактики. Неужели Луна настолько важней, что прекратятся исследования дальнего космоса? А ведь в последние годы в эти проекты вкладывались огромные деньги. Только телескоп Уэбб обошелся в 10 миллиардов долларов. В декабре 2017 года Трамп подписывает в пышную атмосферу космическую директиву номер один, которая и предусматривает, собственно говоря, программу возвращения американцев на Луну. То есть, были увеличены расходы на создание космического корабля «Орион», были увеличены расходы на создание космической нового поколения ракет. Почему вдруг опять Луна? Что случилось в космосе, на Земле, в науке, что после долгого перерыва в 46 лет у США возник интерес к спутнику нашей планеты? Появились новые данные, и они стоят того, чтобы запустить процесс подготовки к сложнейшему полету? Но что именно стало известно? Причину номер два — лунные богатства. Звучит, как название приключенческого романа, но за этим кроются серьезные выкладки аналитиков. Презентация лунных роботов-шахтеров. Разработчики говорят, они уже готовы трудиться. И вот фраза, на которой сделан основной акцент. Инвесторы будут приятно удивлены размером прибыли. О каких лунных богатствах речь и кому они достанутся? Неужели что-то из космического добра перепадет каждому из нас? Если это запустят, то инвесторы будут уверены, что прибыль будет. И, скорее всего, она реально будет. Потому что они будут гораздо более осведомлены о коммерческих перспективах этих миссий, чем сейчас мы с вами. Презентация прошла, а дальше вокруг проекта масса странностей. Никаких деталей грандиозного плана не раскрывается. При этом до старта проекта осталось совсем немного времени. Полет назначен на 2020 год. С чем связана эта таинственность? Если говорить о редкоземельных элементах, о платиновой группе и так далее, о которых идет очень много разговоров, здесь можно сказать только одно, что этих элементов, прогнозные запасы на Земле достаточно большие. И их хватит еще не на одну сотню лет. Ценность того, что собираются добывать, должна быть просто невероятной. Чтобы представить масштаб лунных сокровищ, приведем пример. Гелий-3. Об этом веществе долгое время грезили исследователи Луны. Цена за килограмм – 20 миллионов долларов. А лунные запасы гелия-3 исчисляются тысячами тонн. И все же, по подсчетам специалистов, его добыча в космосе невыгодна. На мировых биржах такой товарной позиции, как гелий-3, не существует. Спросите любого сырьевого магната, например, Дерипаску, или спросите не нашего, например, Уоррена Баффета. Спросите. Ну, гелий-3 брать будешь? Почем? Сколько подвезти? Они посмеются, скажут, сумасшедший человек пришел. Значит, цель не гелий. Так что же за бесценный клад скрывается в недрах Луны? На что нацелены роботы-шахтеры, если учесть, что эти аппараты, даже учитывая их дорогостоящую доставку на спутник, принесут прибыль тем, кто вложится в этот проект? Ажиотажа вокруг неведомого лунного богатства добавил Дональд Трамп. Никаких подробностей, без конкретики, но вдруг заявляет об открытии рабочих мест в лунном проекте по добыче ресурсов. Что это? Типичная для Трампа склонность к авантюрам или рациональная предусмотрительность? Трамп бизнесмен. Американцы могут заявить о том, что Луна теперь находится в их полном распоряжении, что сегодня именно они колонизовали Луну, они начинают коммерческое освоение Луны. Невероятное везение. Спутнику удалось четко снять так называемый бассейн моря Москвы. Он находится на обратной стороне Луны. Для геологов территория в прямом смысле темная. Образцов пород нет. Без прилунения их невозможно достать. Поэтому изучают по снимкам и видео. По сути, пытаются угадать, что там может быть. Конечно, мы знаем распределение только основных породообразующих элементов и распределение только основных породообразующих минералов. А детали, детали могут быть исследованы только при непосредственном контакте. И вот на съемках бассейна моря Москвы хорошо заметно странное, довольно обширное пятно. Геологи, сопоставляя свои узкоспециализированные данные, и понимают, что пятно очень похоже на залежи шпинели. И это сенсация. Этот камень почти то же самое, что рубин. Относится к редчайшим драгоценным минералам и находится на втором месте после алмазов. Именно шпинель венчает российскую императорскую корону, а два камня украшают английскую. Это значит, что тот, кто доберется до лунных залежей, станет в прямом смысле космически богат. Одна из разновидностей шпинели, которая называется пикатит, является, еще ее называют рубиновой шпинелью. Вот как раз ее с рубином сравнить и можно. При этом цена шпинели может быть даже выше, чем рубина, если рубин облагорожен, а шпинель нет. 13 мая 2015 года. Аукцион Сотбис. Знатоки знают, сегодня будут биться коллекционеры драгоценных камней. Выставляется огромный рубин, абсолютно идентичный одному из видов шпинели. Красный благородный. Добыт в бирме. За особый оттенок получил название «голубая кровь». Торги за невероятной красоты минерал были недолгими. Цена быстро взлетела вверх. Камень в 25 каратов продан за 30 миллионов долларов. Но и сама шпинель на главных мировых аукционах в большой цене. Тогда же, в мае 2015-го, на торгах за баснословные деньги ушла брошь, украшенная этим камнем. Это знаменитая шпинель Хоупа, так называемая. Последний раз она выставлялась на торги в 1917-м году. И вот 2015-й год, почти через 100 лет, через 98 лет, она вновь была выставлена на торги и была продана за потрясающую цену. Причем те, кто выставлял ее на торги, надеялись выручить порядка 300 тысяч долларов за этот камень, за эту брошь в целом. Но удалось продать ее за полтора миллиона. И это не предел. Стоимость украшений со шпинелью растет в геометрической прогрессии относительно размера камня. И даже по меркам ювелиров они могут быть просто огромными. Тот, что был продан на Сотбис, далеко не самый крупный. Бывают образцы по 30 и 40 каратов. И уж совсем чудо-камень найден в Индии. Его масса 951 карат. Цена, если исходить из аукционной, примерно 1 миллиард 140 миллионов долларов. Но вот в чем дело. Если перевести караты на более понятную меру измерения, то этот индийский гигант не дотягивает и до 200 граммов. А теперь представьте, сколько таких камней может находиться на Луне, если предполагаемое месторождение в море Москвы достигает в диаметре 400 километров. Не к этим ли залежам стоимостью в бессчетные триллионы долларов стремятся те, кто уже хвастается роботами-шахтерами? Но при этом детали своего плана держат в большом секрете. В России нет месторождения рубинов. А шпинели обнаружено в трех местах ничтожное количество. Нам бы эти драгоценные лунные камни очень пригодились. Но достанутся ли России – большой вопрос. Так в чьих руках окажутся сокровища темной стороны Луны? Смотрите далее. Миллион долларов за грамм лунной породы. Как на самом деле тратились деньги проекта «Аполлон»? Спутник надежды. Может ли Луна стать убежищем человечества в случае нового ледникового периода? Миссия невыполнима. Кто помешал прилуниться космическому кораблю «Аполлон-13» и предотвратил ядерные испытания? Такого не увидишь даже в фантастических фильмах. Астронавты находятся на поверхности астероида – космической махины, рассекающей с бешеной скоростью по Солнечной системе. Но легко заметить, что рядом с астронавтами и самим астероидом есть еще люди, уже без скафандров, а все действие явно разворачивается в воде. Но менее сенсационным происходящее от этого не становится. Невозможно поверить, что уже предполагается пребывание человека на астероидах. Это съемки в специальной лаборатории нейтральной плавучести в Американском космическом центре имени Линдона Джонсона. Астронавты отрабатывают выход на поверхность астероида и севшие на него капсулы. Их задача – взять образцы породы. Главный вопрос – для чего это нужно? Все дело в том, что в США вдруг разрешили добычу полезных ископаемых на астероидах. Разрешили законодательно. Здесь все странно. Почему американцы единолично принимают решения об использовании всех астероидов? Их в околоземной орбите не менее 9 тысяч. Неужели одна страна вот так просто заявила о своих правах на космические объекты? И что в таком случае помешает американцам приватизировать Луну? Мы должны понимать, что действительно мир оказался на пороге новой космической гонки. Притом гонки не научно-технической, гонки не престижной, а очень серьезной гонки, которая имеет экономическое измерение. Главная проблема – скорость передвижения астероида. Она достигает 20 километров в секунду. Для сравнения, космические корабли взлетают со скоростью 8 километров в секунду. То есть астероид быстрее почти в три раза. И на него еще надо как-то попасть, выгрузить всю добывающую технику, и что особенно важно – закрепить ее. И правда выглядит абсолютной фантастикой. Посадка на астероид гораздо технически сложнее и гораздо менее осуществима, чем даже, допустим, что он был пилотируемый полет на Луну. То есть вы хотя бы повторите то, прежде чем мечтать о каких-то полетах к астероидам, которые движутся на гораздо больших скоростях, чем орбита вращения Луны. Но тех, кто принимает законы в США, а главное, тех, кто их продвигает, не останавливают все сложности с покорением астероидов. Уж очень хочется добраться до богатств, заключенных в их недрах. В таком случае, что говорить о Луне? Осваивать земной спутник намного проще. Те страны, которые принимают законы, они просто смотрят в будущее и как бы столбят территорию, правовую в данном смысле. Недавно одна частная американская компания получила от властей официальное разрешение на доставку грузов для шахтерских работ на Луне. А вот и вовсе поразительная новость. Закон, разрешающий своим компаниям добывать на космических объектах ресурсы, принимает крошечный Люксембург. Сидят ребята, которые, по-моему, имеют представление о космосе на уровне телескопов и уже мечтают о том, чего даже не добились СССР и США в лучшие годы. Да вы, ребята, хоть сначала один спутник сумеете сконструировать. Апрель 2018. В Вене проходит заседание юридического подкомитета ООН по космосу. Россия требует запретить любую возможность присвоения полезных ископаемых в космосе. Ссылка на Международный договор 1967 года, по которому ни Луну, ни другие космические тела нельзя присваивать, оккупировать, а также претендовать на их отдельные районы или всю территорию целиком. Как известно, Луна под Международным договоренностем призвана экстерриториальным образованием, предлежащим, как говорится, всему человечеству. Никто не имеет права на Луну. Если в 60-е годы добыча ресурсов в космосе выглядела абсолютной фантастикой, сегодня это зона интересов коммерческих структур и очень влиятельных людей. И, похоже, при освоении космических территорий не удастся избежать конфликта. Ведь нечто подобное уже было. Антарктида. Континент с огромными природными ресурсами. Каких полезных ископаемых здесь только нет. И что интересно, у Антарктиды такой же правовой статус, как у Луны. Эта территория не принадлежит ни одному государству. Но так ли это на самом деле? На одной из китайских полярных станций уже висит знак «Добро пожаловать, Китай!». А Чили с Аргентиной заявляют, что часть ледового континента – это латиноамериканская Антарктида. Я вам скажу, притязания очень серьезные. На Антарктиду претендует целая группа государств. Вот есть у нас международный договор об Антарктике, который объявил ее нейтральной зоной. Но при этом есть группа государств, которые по-прежнему рисуют свои владения в Антарктике. Норвегия претендует на антарктическую территорию, превышающую ее собственную в 10 раз. Огромные площади объявила своими Великобритания. Австралия считает своей почти половину Антарктиды. При этом о правах на одни и те же районы заявляют сразу несколько стран. Вот Фалклендская война показала, что вполне возможно прямое военное противостояние за ресурсы Антарктиды. Не исключено, что в следующий раз старые европейские державы, Британия и Франция, которые в 2010 году создали военный тандем, могут столкнуться с блоком латиноамериканских государств. Особую позицию заняли Россия и США. Тут тоже свой спор. Обе страны считают себя первооткрывателями континента. Но пока обходятся без агрессивной дележки. Это очень выгодно американцам. Вот они любой ценой сохраняют международный статус Антарктики. В этом есть их выгода. Они рассматривают ее как потенциальную базу для своей военной деятельности. Пока в Антарктиде запрещено размещать военные базы, проводить маневры и испытывать оружие. А вот тут, как это ни странно звучит, сходство с Луной заканчивается. На спутнике уже звучали взрывы. И, похоже, интерес к Луне не ограничивается только добычей полезных ископаемых. Луна как военный стратегический объект. Так звучит третья возможная причина новой лунной гонки. Использование спутника Земли как плацдарма для современных средств вооружений. К такому варианту развития событий склоняется почти половина опрошенных нами независимых экспертов. Знакомьтесь, Джеймс Брайденстайн. Новая фигура в американском космическом агентстве. На должность руководителя НАСА назначен в сентябре 2017-го. Никогда никакого отношения к космической науке не имел. Но напрямую связан с Пентагоном. Брайденстайн служил в ВВС США и принимал участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане. Сегодня Брайденстайн выступает за срочное создание военной базы США на Луне. Трамп не случайно не обнародовал деталей планов американского возвращения на Луну. Но очень многое стало проясняться после того, как была выдвинута предложена кандидатура Джеймса Брайденстайна. Будут созданы системы военных баз и военных сооружений. Звучит как фантастика, но для современных военных технологий такая перспектива вполне реальна. Тем более, что эксперименты по использованию Луны в военных целях ведутся уже давно. Фотография, которая долгое время хранилась в секретных архивах. Астронавт около лунного ровера. Левее него и чуть дальше на грунте заряд взрывчатки. Шокирующие сведения. Луна взрывалась восемь раз. Столько зарядов было заложено астронавтами последнего Аполлона. Но и это еще не все. Существовал проект лунных ядерных испытаний. Скоропостижная смерть самого знаменитого американского астронома, знатока космоса и популярного телеведущего Карла Сагана, сколыхнула всю страну. После обнаружения в его личном архиве двух документов стало понятно, на Сагана кто-то охотился. Эти документы о готовящемся ядерном взрыве на Луне. В самом тексте строки об участии в проекте под кодовым названием В-119. При Чикагском университете была создана специальная группа по подготовке ядерных лунных испытаний. В нее входило 10 человек, включая самого Сагана. Саган сначала работал в НАСА, как ученый, астрофизик. И даже участвовал в программе такой безумной на тему «Они взорвать ли на Луне небольшой термоядерный заряд в мегатонну?» Заодно исследовать и грунт получше, по спектральному анализу что-то увидеть. А самая главная задача была все-таки запугать противника. Иограф Карл Сагана включил в свою книгу документы о проекте ядерного взрыва на Луне. Публикация привела к грандиозному скандалу. Это была утечка сверхсекретной информации. Случилось именно то, чего боялись противники астронома, которые, возможно, имели отношение к его неожиданной смерти. Впервые кто-то из авторитетных ученых намекнул, что ядерный потенциал США рассчитан не только на противостояние на Земле. Америке явно не нужно больше оружия, чем требуется для уничтожения крупных городов. В мире 2300 городов с населением свыше 100 тысяч человек. Получается, 2300 американских ракет и хватит. Но у нас 25 тысяч бомб. Зачем столько? Где их собираются использовать? Ядерная зима – это его термин. Апокалипсис космического масштаба. Таким будет итог любых военных действий в космосе, уверял астроном. Саган исходил из того, что выделится при пожарах такое количество, скажем так, сажи, которое затмит на несколько лет Солнце. То есть температура на Земле должна упасть. Там на полтора-два года Земля лишится урожая, начнутся эпидемии, болезни и так далее. И, в принципе, конечно, это катастрофа. Казалось, еще немного и Карл Саган в прямом эфире сообщит тайну, которую НАСА хранило десятки лет, о государственном проекте ядерного взрыва на Луне. В том своем интервью он так ничего и не сказал. И почти сразу же, что подозрительно, слег с неизлечимой болезнью. Если бы не случайно обнаруженный архив Сагана, мир так бы и не узнал о страшных планах США. У военных ведомств был свой интерес, потому что им надо было, ну что ли, произвести испытание системы, которая может выводить ядерное оружие на околоземную орбиту, на окололунную орбиту и его, скажем, оттуда применять. Прямых доказательств намеренного устранения слишком откровенного астронома нет. Но специалисты утверждают, Саган мог быть отравлен. Слишком уж быстро развивалась его болезнь. Так что же на самом деле стояло за лунной программой американцев? Не могли же Аполлоны столько раз летать только за образцами грунта? Как выясняется, военные задачи не только были, а, возможно, являлись главной целью шести прелунений. Это самая настоящая Луна. Грунт добыт еще советскими аппаратами. По сей день хранится в Московском институте геохимии. Здесь первыми узнали, из чего состоит фрагмент космического тела. Практически вот на этом этапе мы получили почти все основные знания о Луне, которые мы сейчас имеем. Это, ну, скажем так, процентов 90. Советские беспилотные аппараты доставили на Землю 326 граммов лунного грунта. Экипажи Аполлонов набрали 382 килограмма. Геохимики убеждены, не было никакого смысла тратить силы на сбор такого количества породы и везти ее на Землю. По данным НАСА, полеты только шести Аполлонов обошлись в сумму от 22 до 25 миллиардов долларов США. Один полет примерно 6 миллиардов. То есть 6 миллиардов долларов американцы каждый раз выкладывали за доставку нескольких десятков килограммов лунной породы. Если отбросить крайние годы, скажем, примерно 61, 62, 73, то можно сказать, что на фазе очень активной реализации программы Аполлон расходы составляли 60% всего бюджета НАСА. То есть в 60-е годы НАСА работало только на программу Аполлон. И вот что странно, по данным Космического центра имени Джонсона, где хранится лунный грунт, 83% от его количества до сих пор не тронуто. Ждет исследований уже 50 лет. Или порода просто никому не нужна? Так нужно ли было американцам столько образцов? Или их сбор, лишь прикрытие чего-то иного? Обратите внимание, это часть списка прилунявшихся астронавтов. Все они — военные. Для полета на Луну отбирались только офицеры. Нил Армстронг — военно-морской летчик США. Эдвин Олдрин — полковник ВВС США, участник Корейской войны. Майкл Коллинз — бригадный генерал ВВС США. Алан Бин — капитан ВМС США. Алан Шепард — контр-адмирал ВМС США. Джон Янг — капитан первого ранга ВМС США. Все члены шести экипажей Аполлонов — сотрудники разных военных ведомств. Неужели космическими полетами занимался Пентагон? Отбирались самых лучших военных летчиков, самые испытанные, самые грамотные, профессиональные. Они были, если так можно назвать, военно-космическими летчиками, которые постепенно трансформировали свой опыт пилотирования в военной технике, или военно-авиационной технике, а в космическую технику. Выясняется, до Луну не планировали отправлять астронавтов-ученых. Пять полетов, во время которых, если исходить из официальной программы, исследовали состав лунной поверхности, не было специалиста по геологии. Только на последний Аполлон попал геолог. И то под давлением научного сообщества. Вот тогда принимается решение, что в составе экипажа Аполлон-17, последний, который летал в декабре 1972 года, и будет включен профессиональный геолог Харрисон Шмидт. Вот его включили в последний момент, и это был единственный профессиональный ученый. По данным наших экспертов, основной целью, как минимум одной из шести высадок на Луну, были вовсе не геологические изыскания. Луну собирались взорвать. И это сделали. Астронавты заложили в разных участках восемь зарядов взрывчатки. Управлялись они с Земли. Их активировали, как только корабль с экипажем отдалился от Луны. Конечно, НАСА, как гражданское ведомство, проводит в основном гражданские исследования и гражданские изыскания в этой сфере. Но технологии и приемы, которые при этом получаются, они имеют двойного назначения. Их легко, естественно, воспользоваться и в военных целях. Никаких обоснований этим взрывом по сей день нет. Лишь однажды прозвучало, что таким образом специалисты определяли скорость распространения сейсмической волны. Эксперты признают, Луна – отличное место для военного базирования. Любая страна посчитала бы большой удачей разместить там свое вооружение. Это позволит постоянно держать под контролем потенциального противника. Лучшей точки для этого не найти. И как раз вот те самые звездные войны, о которых очень много говорилось или писалось, они будут возможны. Возникает лишь один вопрос. Если американцы давно вынашивают планы по созданию военной базы на Луне, зачем им понадобилось взрывать лунную поверхность? Зачем они планировали ядерный взрыв на спутнике Земли? Что это было? Испытание на прочность? Зачистка территории? Но от кого? Это «Аполлон-13». Единственный из пилотируемых кораблей, потерпевший аварию. При очень странных обстоятельствах. Конечно, какие-то нештатные ситуации учитывались, то есть понимали, как они могут произойти. А то, что с ним произошло, это точно выходило за пределы человеческого понимания, что такое может произойти. Еще немного, и можно было готовить лунный модуль к спуску. Завершались третьи сутки полета. Корабль приближался к орбите Луны. Экипаж только что закончил репортаж для одного из телеканалов. Знакомил зрителей с обустройством кабины и бытом. Проходит несколько минут, и раздается громкий звук удара. Корабль сильно встряхивает. Чуть позже становится ясно. Это был взрыв. Корабль подвергся атаке. В Центре управления в Хьюстоне эту версию подтвердили. Из-за внешнего воздействия поврежден второй отсек, сам лунный модуль. Это значило только одно. Посадки на Луну не будет. В результате они, во-первых, лишились запасов кислорода. По энергетике очень здорово просели. То есть разговор о том, что садиться на Луну, уже вопроса не было. То есть корабль из-за того, что был этот взрыв боковой такой, он стал вращаться. Кто нанес удар, будут разбираться позже. Сейчас же задача возвратить экипаж на Землю. Все следующие трое суток для астронавтов это попытки выжить в невыносимых условиях. У техники один сбой за другим. Не хватает кислорода. Воды только смочить губы. В кабине адский холод. И там был вариант такой, что они, в принципе, не смогут долететь, потому что у них могло не хватить кислорода. И более того, значит, тут как бы два фактора. Не хватает кислорода, может не хватить. И второе, это то, что не хватит электричества для того, чтобы управлять спускаемым аппаратом. Так что они на волоске висели. Положение настолько критическое, что поддержку оказывают все страны. СССР, Англия, Франция объявляют радиомолчание на рабочих частотах экипажа. Это поможет избежать помех в связи между Центром управления и астронавтами. Аполлон-13 приземляется. Первый в рамках лунной программы, которому не удалось выполнить задание. Экипажу помешали совершить посадку. Но кто? Кто обстрелял корабль? Уже следующая экспедиция получила задание произвести несколько взрывов на поверхности Луны. Неужели Аполлон-14 зачищал территорию после инцидента со своим предшественником? Но ведь это может означать только одно. Спутник Земли обитает. Смотрите далее. Секретная миссия. Кому удалось тайно побывать на Луне после завершения программы Аполлон? Экспансия Луны. Какая из стран первой построит собственную базу на расстоянии 500 тысяч километров от Земли? Ноев ковчег на Луне. Почему от мировой общественности скрывают сенсационный доклад климатологов? Этот человек проведет 7 лет в Гуантанамо, самой страшной американской тюрьме. Таким станет срок заключения за взлом секретных файлов о Луне. Шотландца Герри Маккинена арестовали в Лондоне. В его квартиру ворвался целый отряд полицейских. Не было никаких сомнений, что этот человек окажет сопротивление. Спецслужбы Америки искали его по всему миру 8 лет. Но почему? Все просто. Первоклассный хакер Маккинен побывал на серверах ВМС и ВВС США, добрался до самого Пентагона, а затем и до НАСА. Именно здесь он обнаружил много интересного. Это была электронная таблица, где указаны фамилии. И называется файл «Неземные офицеры». Маккинен говорит о списке имен офицеров, которые более нигде в официальных бумагах НАСА не значатся. Он обнаружил этот файл в папке «Лунные программы». У самого хакера только одна версия. Речь идет о составе специальных экипажей, полеты которых совершались на Луну в полной тайне. Уже после официального закрытия лунной программы США. Их задача – понять, возможен ли контакт с обитателями Луны. Когда его пытались осудить и за это и привлечь к ответственности США, требовали выдачи у Великобритании, его Соединенные Штаты, он занял позицию как раз, что он все это делал ради того, чтобы придать гласности какие-то документы американские об исследовании неопознанных летающих объектов, о контактах с неземными цивилизациями. Невероятно, но эту информацию подтверждает и астронавт Уильям Рутлидж. Он заявил, что американская лунная программа вовсе не была свернута после полета Аполлона-17 в 1972 году. По словам Рутлиджа, к Луне еще трижды отправлялись экспедиции. Но и это еще не все. Астронавт заявил, что три секретные миссии осуществлялись уже совместно, силами США и СССР. Неужели американцы и русские вместе штурмовали Луну? Рутлидж вошел в состав экипажа Аполлона-20. Именно этот полет был последним. И именно во время этой экспедиции международной команде удалось обнаружить невероятное. Астронавты сняли на пленку огромный инопланетный корабль, который, судя по всему, потерпел крушение и пролежал на лунной поверхности много лет. Всегда говорилось, что вот этот экипаж Аполлона-20, в котором якобы он участвовал, в него должен был войти и наш космонавт Леонов. Мы можем только догадываться, что, возможно, когда Аполлоны летали вокруг Луны или прилунялись, возможно, что-то ими было снято. И, возможно, это сосекречено или лежит за семью печатями. Но что произошло дальше? Почему после этого секретного полета американцы и русские срочно свернули все лунные проекты? О чем они узнали? Почему сегодня, спустя столько лет, США и Россия вновь объединили свои технические возможности, чтобы возобновить полеты к Луне? И почему они так торопятся? Наши эксперты уверены, что у этой спешки может быть абсолютно конкретная причина. Луну рассматривают в качестве возможного убежища на случай глобальной катастрофы. Середина апреля нынешнего года Хьюстон. Здесь проходит заседание международной группы с участием американских и российских специалистов. Главный вопрос — техническое оснащение будущей окололунной станции. Решали, кто и за что будет отвечать. Проект получил название «Лунная орбитальная платформа-шлюз». Это орбитальная станция на высокой окололунной орбите. Так она представляется сейчас. Это пока только концепция и, в общем-то, в стадии разработки находится. Это минимальная орбитальная станция для того, чтобы там мог работать человек. Россия не всегда считались главными специалистами по орбитальным станциям. Именно наш мир в свое время был единственной базой для всех космических экипажей. И именно наши наработки сделали возможным создание и запуск на орбиту МКС. И вот теперь российские специалисты ведут разработку главного модуля и шлюзовой камеры окололунной станции. Поскольку МКС является вещью привычной и естественной для многих встает вопрос, а что дальше? Вот «Лунная база», в отличие от орбитальной лунной станции, она действительно имеет свой ряд задач, и она может быть полезна, экономически эффективна в будущем, в далекой перспективе. И поэтому, естественно, все, кто занимается космосом, они сразу говорят, что следующий шаг – Луна. Доставку грузов и экипажей к Луне взяли на себя американцы. Речь идет о кораблях класса «Орион», которые будут запускаться сверхтяжелыми ракетами. Первый старт запланирован уже на весну 22-го года, а в дальнейшем к спутнику Земли отправится лунная версия российского космического корабля «Федерация». «Федерация» – это корабль нового поколения. Так он, работа над ним ведется очень давно. Это корабль с расширенными возможностями по экипажу. Вот для «Луны» программа – это 4 человека. Все идет по-нормально. То есть по плану, вот первый запуск пилотирован в 24-м году. Итак, после того, как на протяжении долгих десятков лет все без исключения специалисты твердили, что человечество исчерпало свой интерес к Луне и что искать нам там нечего, происходит невероятное. Ведущие мировые державы не просто готовятся к новым полетам, а принимают решение создать на лунной орбите постоянно действующую платформу. Но для чего? Не для того ли, чтобы оборудовать на Луне убежище на случай гибели Земли? Звучит неправдоподобно? Как бы не так. Параллельно с проектом создания окололунной станции сегодня ведется активная подготовка к строительству жилых модулей и систем жизнеобеспечения на самой лунной поверхности. В 2009 году американцы запустили «Лунар орбитер». Ну вот, постоянно действующий спутник. Он летал на протяжении нескольких лет, притом на очень низких орбитах. Он иногда опускался до высоты до 50 километров над поверхностью Луны. Для чего был «Лунар орбитер» запущен? Именно для того, чтобы создать, выбрать площадки для возможного создания базы на Луне или даже нескольких баз на Луне. Китай — еще один амбициозный участник битвы за Луну. Они уже запустили спутник на обратную сторону Луны. А совсем скоро в планах и беспилотный корабль. Его задача — прилуниться, собрать образцы грунта и вернуться обратно. Так звучит официальная версия. А вот — неофициальная. В Китае подходит к концу крупномасштабный эксперимент. И его цель — вовсе не исследование лунной породы. Если все пойдет так, как у них идет сейчас, то есть без резких сбоев, при таком же уровне финансирования, то они могут рассчитывать на выставку на Луну где-то в 30-х годах. Может, ближе к концу 30-х годов. И, в общем-то, вполне возможно. Май 2018-го. Пекинский университет Бейхана. Здесь разместился лунный дворец. Это копия базы, которую китайцы хотят построить на Луне. Последние дни эксперимента. Отрабатываются возможные реакции организма в условиях, похожих на лунные. Первая группа добровольцев, состоящая из двух мужчин и одной женщины, провела внутри модуля 60 дней. Вторая — уже из четырех человек 200 дней. И это в замкнутом пространстве на полном самообеспечении, без каких-либо контактов с внешним миром. Ничего подобного раньше не было. Дело уже дошло до разработки лунной сантехники. Известно, что на американских Аполлонах, летавших на Луну, не было туалета. 11 дней без санузла. Такое сложно представить. Оказывается, туалеты появились гораздо позже, когда начались полеты шаттлов. В 1981 году. Спустя почти 10 лет после завершения миссии Аполлонов. Но изобретение не было удачным. Астронавты жаловались. Решили, что в чем-то у нас перенять. Наш опыт, наши знания. И я знаю, что была такая совместная российско-американская группа, которую сделали для американцев, не для нас, а для американцев, туалет, который очень похож на нашу. На Международной космической станции американцы уже не стали экспериментировать и установили на своей половине санузел российского производства. Приобретение не дешевое. В 2007 году НАСА заплатило за него 19 миллионов долларов. Выбора нет. Туалет астронавтам нужен. И вот теперь, используя российские наработки, американцы разрабатывают гигиенические системы для своих будущих лунных баз. По мнению специалистов, Луна идеально подходит человечеству для убежища. Во-первых, близкое расстояние. Оно позволит в короткий период доставлять грузы для строительства жилых модулей. Располагаться они будут под поверхностью, чтобы избежать воздействия радиации. Радиационный фон есть при полете к Луне и на поверхности Луны. И опять же, опыт людей показал, что да, он там есть, он немножко другой, но он не настолько прямо вот критичен или прямо вот ах-ох, там это такая суперпроблема, которую нельзя решить. Все это решаем. Во-вторых, Луну не сотрясают природные катаклизмы. Там нет даже вулканов. В-третьих, спутник Земли располагает огромными запасами воды. Что удивительно, это не жидкость, не пар и даже не лед. Июль 2017-го принес сенсацию. Два исследователя из Университета Брауна в США, используя данные из космического зонда Чандраян-1, нашли воду на поверхности Луны. Но только здесь ее совсем немного. Как оказалось, весь водный массив находится внутри, под корой. В глубине громадный колодец. Но самое неожиданное – вода находится внутри камней. В это сложно поверить, но такое возможно. Речь идет об огромных залежах минерала под названием рингвудит. Дело в том, что он формируется только в условиях высокого давления и имеет редчайшую способность – как губка впитывает воду. Итак, человечество готовится к побегу на Луну. Но от чего нам надо спасаться? Что нам угрожает? Март 2018-го. Илон Маск напугал общественность своим уверенным заявлением. Человечество совсем скоро ждет новая и, возможно, последняя мировая война. И сразу же призвал срочно строить станции на Луне. Переселившиеся люди, по словам Маска, позже смогут возродить погибшую человеческую цивилизацию на Земле. Апокалиптичные выступления Илона Маска не случайны. Он сегодня главный ньюсмейкер в космической отрасли. Все слова с одной целью – создать шумиху вокруг своих проектов. Но другой ученый Стивен Хокинг тоже говорил, что люди очень наивные, если верят, что с Землей ничего не случится. И похолодание, я думаю, будет в 30-е. 29-й, 33-й год. Вот где-то вот это. Но начнется он уже, он начинается сейчас. Но самое худшее будет в 30-е годы. Валентина Жаркова говорит о катастрофических погодных изменениях. Ее выступление на конференции Королевского астрономического общества в Уэльсе вызвало шквал откликов. Все дело в том, что ей, профессору математики в университете Нью-Касла, удалось рассчитать точное начало нового ледникового периода. И до него совсем недолго. Мы нашли, что солнечная активность войдет в стадию гибернации, так называемый супер-гранд-минимум. Гранд-минимум, который появляется каждые 370-400 лет. И вот следующий такой гран-минимум наступает в 2020-м и будет длиться до 2055-го. Эти пугающие выводы Валентина Жаркова и ее коллеги в первую очередь хотели донести до мировых лидеров. Мы, значит, послали документы, там обращались в комитет по изменению климата. Вот, в 2015-м мы послали им эти данные, но тогда еще не было так холодно. Вот, и они написали, вот, правительство Америки, я так понимаю, что Трамп, видимо, с этим ознакомился. Главы государств не спешат обсуждать эту проблему на высшем уровне, либо пытаются скрыть уровень угрозы. Авторы доклада – лучшие в мире специалисты по исследованиям на основе климатических моделей лучше, чем кто-либо знают, какими бедами чреваты любые глобальные погодные изменения. Каждый период похолодания, большой или малый, – это катастрофа для Земли. Возникает вопрос о том, как обогревать дома. Если вы начнете обогревать дома не 3-4 месяца в году, а 6-8, хватит ли у нас ресурсов, чтобы их обогреть. Во-вторых, дома – это хорошо, да, но вы же не обогреете поля, где растут пшеница, овощи, да. Вот, если там будет снег и дождь, они не будут расти. Значит, нужно что-то придумать, да, чтобы обеспечить питание населению. По мнению профессора Жаркова, и люди срочно должны думать, как согреться, а не как спасаться от потепления, которым нас пугали последние десятилетия. Тем, кто не верит, она предлагает просто немного подождать. Всего два года. Но признаки ледникового периода уже ощутимы. Зима 2018-го. Сильнейшие морозы и мощные снежные бураны по всему миру. Редкие территории земли пережили зимние месяцы беспогодных катаклизмов. Россию снегом завалило так, что даже к апрелю он не успел растаять, а в некоторые регионы снегопады пришли даже в мае. Иркутск в местном зоопарке в январские морозы в воду животным носили с соседней улицы во флягах. В самом зоопарке перемерзли водопроводные трубы. Аварийная бригада не могла приступить к работам, пока не спали морозы. А держались они несколько недель. Такого холода даже в Сибири давно не было. В Барнауле в середине января предупреждение от метеорологов. Скоро температура понизится до минус 62. Это при том, что даже минус 30 тут было редко. Как выжить, когда в два раза холодней? Чуть позже выяснилось, что прогноз погоды сфабрикован. Кто-то на официальном бланке местного гидрометцентра запустил утку. Но особого облегчения не наступило. Город на долгое время сковал 45-градусный мороз. Люди даже пытались уехать, но куда? Страшный холод во всех соседних регионах. А это Киров. Конец апреля. Сильнейшие снегопады накануне майских праздников. За несколько дней город погрузился в глубокие сугробы. Такого здесь не видели никогда. Погоду уже вы видели, я так понимаю, что у нас был так называемый «beast from the east», когда в марте валили такие снегопады, что рейсы... Просто нельзя было проехать даже по скоростной трассе в аэропорт. Вот. Люди застревали в машинах и сидели сутками, пока их спасут. Вот. Такого никогда не было. Но это только начало. Наша планета вступает в период затяжной зимы, которая продлится до 30 лет. В роли героев популярного сериала «Игра престолов» мы сможем ощутить себя уже совсем скоро. В 2022 году. Успеет ли человечество спастись? Смотрите далее. Кровавая суперлуния. Почему минимальное сближение Луны с Землей – предвестие апокалипсиса? Это уже происходит. Сбудутся ли все три страшных пророчества из библейских текстов? 31 января 2018-го. Ужасающее зрелище. Луна сначала окрасилась в кровавый цвет, а затем стала синего оттенка. Интернет сразу же заполнился видео и фотографиями спутника, который, казалось, стал намного больше в сравнении с привычным размером. Так и было. Луна увеличилась почти на треть. Но спутник Земли не разросся вдруг. Он слишком близко подошел к нашей планете. Какой Луну мы еще не видели. Начало 2018-го года астрономы окрестили лунным бунтом. Начались изменения очертаний Луны 30 января. Даже специалисты не знали, насколько они будут серьезными. Луна расширялась, становилась больше. Явно она приближалась к Земле. Но до какой степени? Сближение критическое. По космическим меркам рукой подать. Луна была на минимальном расстоянии от Земли. Это примерно 355 тысяч километров. Наибольшее расстояние до Земли – 410 тысяч километров. То есть разница достаточно заметная. 55 тысяч километров. Одна седьмая от всего расстояния. На следующий день появилась информация, что это только начало. Вскоре Луна станет голубой и кровавой. Голубая, так называют Луну, во втором полнолунии за характерный оттенок. Но кровавая окраска пугала. К вечеру 31 января случился пик изменений. Луна будто нагревалась. И очень быстро приобрела багровый оттенок. Получается не полное угасание Луны, а вот оттенок красного или оранжевого цвета. Естественно, еще с древности это сравнивалось с кровью, с цветом пожаров, с войнами. Лунный шар кровавого цвета словно завис над Землей. Паники удалось избежать только по одной причине. Из-за облачности не во всех регионах были четко заметны устрашающие изменения. Позже астрономы подробно объяснили. Мы пережили кровавое суперлуния. Редчайшее явление. Совпали три обстоятельства. Сближение с Землей, полнолуния и полное лунное затмение. Суперлуния бывают каждые полугодия, полугодия. А вот что бы совпало с лунным затмением, я, честно говоря, пересмотрел таблицы, но не нашел такого положения. Так что оно действительно повторяется достаточно редко. Казалось бы, можно успокоиться. Мы всего лишь наблюдали редкое явление. Если бы не одно «но». В прошлый раз лунный бунт обернулся страшными катастрофами на Земле. Март 1866 года. Кровавая суперлуния. Это явление стало предвестником мощных природных катаклизмов. Каждый год по несколько стихийных бедствий с тысячами жертв. Из 20 крупнейших землетрясений, 17 совпадали с теми или иными флунными фазами. Но не именно в тот день, а три дня. Три дня разрыв может быть. Если Луна, Земля и Солнце выстраиваются на одной линии, как бывает в новолунии и полнолунии, то, представляете, силы или разрыва, или наоборот, в одну сторону тянут, воздействуют на астаносферу, воздействуют на размягченные земные недра. Сразу после сближения Луны с Землей серия землетрясений в Латинской Америке. На границе двух стран, Эквадора и Перу, погибли 25 тысяч человек. В Колумбии 16 тысяч. Чуть позже начинает трясти Турция. На острове Хиус в Эгейском море погибает 7 тысяч человек. Следом землетрясения на французском и итальянском побережьях. А ведь здесь всегда было спокойно. Но в этот раз Землю словно взорвали изнутри. Ударная волна распространялась со скоростью 800 километров в час. Более двух тысяч человек погибли. И подобную статистику можно долго продолжать. Возьмем конец 19 века. Ну, в Китае у них было сильнейшее землетрясение Ганьцу, провинции. Сиань была разрушена, Нанчжоу. Погибло там по разным... Ну, оценки недостоверные от 190 до 660 тысяч человек. Ну, в 1850 году было землетрясение Вассами. Это индийский штат. Все полностью перестроены были хребты. То есть это по нашей шкале должно было быть там, не знаю, 11 баллов. В течение нескольких лет после кровавого суперлуния стихия стерла с лица земли несколько островов. Уничтожались целые города. Не стало города Сан-Пьер на Мартинике, города Кангры в Индии. Были разрушены американские Галвестон и Сан-Франциско. В Италии погребены Мессина и еще 25 населенных пунктов. Здесь, по примерным подсчетам, погибло до 200 тысяч человек. Толчки вызвали смещение участков морского дна. На Мессину обрушились три волны цунами высотой до трех метров. Завершили страшную работу мощные подземные толчки. Это землетрясение считается сильнейшим в истории Европы. Оно пришлось, видите, на узкий пролив между Сицилией и Италией. Отсюда очень сильное такое цунами, сильное воздействие. Ну, где-то 80% такого красивого города, как Мессина, исчезло с лица земли. Так чего же нам ждать? Чем для земли обернется нынешняя кровавая суперлуния? 2018 год станет худшим для человечества. Это предсказание Нострадамуса. Так специалисты интерпретировали один из его Катренов, пророческих четверостишей. О нем много говорили в конце 2017-го, но тогда мало кто воспринял эту информацию всерьез. Сейчас все иначе. О страшном пророчестве вспомнили во время недавней атаки США и их союзников на Сирию. Агрессивные действия западных стран чуть не привели к новой мировой войне. Мир оказался на грани ядерной катастрофы. В этот раз вроде все обошлось. Или нет? Согласно библейскому пророчеству, нынешняя кровавая суперлуния является предвестником апокалипсиса. Христианские писания указывают на то, что мир будет обречен, если друг за другом произойдут три страшных события. Потемнеет солнце, сотрясется земля и луна окрасится в красный цвет. Эксперты уверены, речь идет о трех явлениях. Солнечном затмении, землетрясении и кровавом суперлунии. Но неужели все это уже произошло? Кровавая луна, она же в апокалипсисе так и обыгран этот сюжет, там именно в связи с землетрясением. Первый ангел вострубил и посыпался град из обломков камней. Второй ангел вострубил и кровавая луна обгорилась. И землетрясение произошло. Третий ангел вострубил и огромная гора с неба рухнула. И унесла треть жизни. Четвертый ангел вострубил, и огромная звезда упала на землю. 21 августа 2017 года. Президент США Дональд Трамп сообщил в Твиттере, что прямо из окна Белого дома увидел, как солнце вдруг скрылось из вида. В этот день вся Америка наблюдала полную фазу солнечного затмения. Частично редкое природное явление было заметно на северо-востоке Азии, в Западной Европе и Канаде. 23 января 2018 года. Крупнейшее землетрясение силой 8,2 балла произошло у побережья Аляски. В США была объявлена угроза цунами. И, наконец, 31 января 2018 года. Весь мир наблюдал в небе огромную кровавую луну. Все три природных явления произошли друг за другом за короткий срок. Условие, о котором сказано в древнем пророчестве, сбылось. Так неужели нас ждет страшный финал? Неужели наша цивилизация обречена? Ученые уверены, человечество вполне способно за себя постоять. Современные технологии позволяют обеспечить землянам надежные пути спасения. И главный маршрут – это, похоже, верный спутник Земли. Продолжение следует...